Приветствую вас! И вы знаете, вопрос квартирных отношений, вопрос жилищных отношений, вопрос как бы вот коммунальных взаимодействий он, наверное, представляется одним из самых таких сложных. Потому что меньше всего у людей данной ситуации и мотивации для того, чтобы что-то делать. Ну вот, представьте себе, живете вы, скажем, лет 20, а то и 30, ну пусть будет 20, живете вы 20 лет в доме. Вам удобно, вам хорошо, вы привыкли, вам комфортно, никто никогда ничего не жаловался, никто никогда ничего не говорил. И тут вдруг приезжает новый человек, въезжает новый человек и начинает националиваться в свои порядки. Говорит, что вот это вот мне не нравится, это вот мне надо поменять, что-то мне нужно изменить и так далее. И естественно, что у пожилого человека, который является вашей соседкой, вас сникнет не то, чтобы даже агрессия. я вот лично, знаете, я вот лично даже агрессией это назвать не могу. Потому что, ну, не агрессией это, а другое что-то. Я бы назвал такое поведение, знаете как, защитой своих привычных моделей поведения. Вот как я бы назвал такую реакцию. Понимаете? И вы знаете, вот в этой ситуации, когда как бы два человека вот как-то начинают выяснять свои отношения, очень важно поступить на самом деле предельно тонко, предельно аккуратно и, наверное, предельно тактично. То есть, с одной стороны, чтобы человека не задеть, я имею в виду вашу соседку ту же, например, а с другой стороны, чтобы самой остаться не в пройкише. и тогда что можно сделать? Я бы хотел вам сказать такую вещь. Вот коллега вам сказал совершенно правильное решение. Он сказал вам, чтобы вы просто-напросто подошли к ней, набросили в гости, выпили, если уж она так любит выпить или подарили ей алкоголь. И, собственно, просто-просто хотя бы для начала с ней поговорили бы. сказать, вот так я новый желез хотел бы например познакомиться, да, вот хочу познакомиться. Хочу познакомиться, и вот собственно решила к вам зайти. Вот. И дальше, собственно говоря, вы вполне спокойно можете ей предложить довольно легко, но очень быстро как бы бросить в глаза то, что она глуховат. И, в общем, сказать, в общем зависит от разговора, что телевизор там, например, приходится на всю включать. Но она, наверное, с вами согласится. Вот тут вы и предложите ей. Вот есть такая вещь как наушники. И эти наушники можно использовать для того, чтобы слушать звук только в них. И плюс звук всему будет лучше и гораздо более удобным. И гораздо более, кстати говоря, качественным. Вот. Если, например, ваш расцветка спросит вас или скажет «А зачем мне это делать?» Ну, вы можете на это ей сказать, так и так вам самой достаточно тяжело делать в том, что она мечтает вам. Если вы будете уже в состоянии, например, алкогольного опьянения особо легкого или если она выпьет там и так далее, то я думаю действительно будет легче гораздо найти с ней какой-то вот такой общий язык, который помог бы вам решить ваши проблемы. Но вы знаете, это я ведь сказал вам только то, что касается вашей соседки. Проблема заключается в том, что соседка может не захотеть например, идти вам навстречу, соседка может не захотеть делать что-то для вас, соседка может вообще продолжать не идти на контакт. Кстати, почему она вам неприятна? очень на мой взгляд интересный вопрос. Почему она вам неприятна? С чем связано то, что вы позиционируете ее как неприятную себе? То есть идет ли речь о чисто внешней антипатии или речь идет о чем-то еще более глубоком? Ну на этот момент уточнить. Это первое. И второе. Пожалуй, тоже на мой взгляд очень важный момент то, что вы говорите о том, что у вас невроз. Во-первых, откуда вы знаете, что у вас невроз? Во-вторых, если у вас действительно невроз, что необходимо прорабатывать его, избавлять вас от него, чтобы вы все-таки не испытывали дискомфорта, чтобы он не мешал вам жить. А то получается так, что вы говорите, у меня невроз, но у вас невроз, понятно. Вам нужно его устранить, потому что он все равно так или иначе вам мешает и мешает полноценно реализовывать себя, я полагаю. Вам нужно его устранять. И он же является причиной того, почему у вас в большей степени раздражается сетка. Ну, так вот, и как раз-таки нужно вам подумать над тем, как бы вы могли избавиться от своего невроза. То есть проработать его со специалистом, например, или как-то врачу записаться, ну, и так далее. Кстати, невроз можно проработать со специалистом хотя бы у нас на ресурсе. Ну, это так, просто сведения. Вот. Значит, дальше. уберете невроз или снизите его, и вообще говоря, будет вам, может быть, а то и скорее всего, гораздо легче. Уже не будет, может быть, так сильно вас раздражать, вот, собственно, эта соседка, и вам, может быть, самой станет легче. то есть нельзя зависеть в своих, собственно, своих планах, в своем планировании, всегда зависеть от человека. Особенно, человек, как и вам, ничего не должен. Лучше всего желательно иметь всегда план сломбы. И вот сломбы всячески и включают в себя то, о чем я вам говорю. Работку не в рот. Почему вам нужна тишина сейчас? Что с вами происходит? И так дальше. Может быть, вам, очевидно, может быть, вам нужна помощь, все-таки. если так, то помочь ну и вам в принципе можно. Но это уже вопрос, я полагаю, вообще-то говоря, один совсем. То есть это вопрос уже того, желаете ли вы, чтобы вам помогли, хотите ли вы работать в этом направлении или нет. Я думаю, так можно. ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что вы примете верное решение относительно него. И надеюсь, что решите проблему свою благополучно. А я желаю вам удачи, желаю вам всего самого доброго. Надеюсь, что помог вам. И если у вас остались какие-то вопросы, обращайтесь в личку, я вам помогу. А если вам понравился мой обед, то буду благодарен, если сделаете его лучшим. Всего доброго. удачи. Удачи! Продолжение следует...